В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Есть над чем задуматься. В отдельно взятом районе Самары минувший октябрь прошел под знаком бурных дебатов. Дискуссионная площадка традиционно уже стали публичные слушания. Страсти по прошествии двух недель, конечно, уже улеглись, но вот главный вопрос – судьба детского музыкального театра «Задумка», из-за чего, собственно говоря, и спорили по-прежнему на повестке дня. Театр, который раньше называли визитной карточкой Куйбышева, а теперь Самара остается на положении бродячей труппы без собственной крыши над головой. В свое 40-летие коллектив, лауреат многочисленных международных российских конкурсов за свою историю, он получил более 90 гран-при, встречает, разрываясь между четырьмя помещениями, каждый из которых далеко от идеала. Это только на сцене задумка поражает зрителей костюмами и декорациями. За кулисами этого великолепия все куда прозаичнее. Вся красота нашего театра, которую все смотрят на сцене и ахают. Ах, какие костюмы! Только никто не знает, в каких условиях и как достаются эти костюмы. Пройдемте. Вот можете посмотреть, как это широко в кавычках. Вот обувь сценическая. И это сотая часть того, что должно быть. Вот здесь у нас раскроечный цех. Здесь шьются костюмы, здесь краятся. Вот такая теснотища. Два полуподвальных помещения в обычном жилом доме. В этих узких коридорах и тесных комнатах рождается обыкновенное чудо. Все у нас костюмы уникальны настолько, что нельзя сказать, сколько уходит времени на расшив каждого костюма. Это часть жизни нашей. И все это вопреки погоде в доме. Вот это у нас потоп сверху. Тоже мы не можем добиться, откуда течет. У нас осень-весна, это песня одна. Начала говорить стихами. И тому, что на душе неспокойно. А вот новую обувь пошили на чукчей. А вот хранить ее, вот она с мехом, кожаная обувь. А хранить ее в таких условиях очень сложно, понимаете? Поэтому просто-напросто жалко обувь. Запах и все это кожа, все это впитывает. Мех и кожа впитывает. И потом детям, честно говоря, не очень приятно себя это одевать. Художник-модельер Ольга Малынова, она 20 лет отдала задумки, признается, здесь очень устали от кочевой жизни. В общем, за 15 лет работы, не считая вот этих последних 5 лет, мы переезжали 13 раз. То есть каждые полтора года мы с одного места на другой переезжали. То ли от того, что нас затопило, то ли от того, что кому-то понадобились эти помещения. Сюда на Часовую-2 своя рабочая цеха задумка перевезла в 2008-м. Почти сразу же коллектив столкнулся со всеми прелестями коммунального быта дома, что уже несколько десятилетий не знал капитального ремонта. Эти кирпичи после того, как приямок, размытой водой, разрушился, валяются уже третий год. Коммунальщики этот дом обслуживают управляющие компанией «Альтернатива». Порядок наводить даже и не думают. А что «Альтернатива»-то говорит? Нет средств. Нет, они говорят, во-первых, нет средств. Во-вторых, что жители дома, жильцы, когда собираются на свое собрание, они не хотят ремонтировать приямок. У них другие задачи, они крышу ремонтируют и так далее. Хотя Надежда Николаевна не так давно встречалась с жильцами дома. Они сказали, что мы наоборот-таки очень хотим, чтобы отремонтировали приямок. Потому что прекрасно понимаем, что это фундамент дома. Это вот как раз окна нашей декораторской. То, что я говорила, что вся вода течет сейчас сюда. Вода здесь не только камень точит, но и полы, и стены. Плесень разъедает бетон и губит уникальные декорации. Здесь у нас лежали мешки с задниками, с кулисами. Все это было выброшено просто тупо на помойку. Все это грибок. Очень трудно, тяжело дышать. Смотрите, не упадите. Полы проваливаются. Здесь ДВП, которые плесень насквозь. Там идут сгнившие доски. Это 100%. Это то же самое. Точно такие же полы у нас были с той стороны в студии звукозаписи. Год назад у нас здесь внутри внизу все парило, все дымило. Горячая вода прорывается периодически. Полы вскрыли, а там психаря уже давным-давно. Водичка горячая. Туда булты их, булты их, булты их, булты их. Такая красивая она у нас стала аккуратная. Только после того, как сделали ремонт. Но то, что это хорошо, это не значит, что здесь очень так свободно. Вот здесь вот у нас сидит аранжировщик. Это вообще помещение метр на метр. В тесноте хранятся и уникальные костюмы задумки. Отнюдь не дешевые изделия, разработанные по эксклюзивному авторскому дизайну и сшитые вручную. Вы будете почти первые, которые посмотрят вот эту красоту. Все, вам не будем показывать. Чтобы сохранить им три губки, да. Царь горох у нас. Тоже отделан, видите, и камни, которые могут отрываться от таких условий. К двум юбилейным концертам мастера задумки шили порядка тысячи костюмов, но вот хранить их совершенно негде. Вот весь и вопрос. Мы уже старые, вот смотрите, старые просто вот складируются. В мешки. Даже если мы их положили, а нам их все равно девать некуда. В небольшом актовом зале 41-й школы, именно здесь задумка нашла приют, идут последние репетиции перед юбилеем. Когда впереди такие ответственные концерты, мелочей не бывает. Ну вот так вот ничего, вот если только вот это вот чуть-чуть, чтобы мы не падали, но чтобы он это было. Потом же надо сделать, чтобы он не падал. Елена Колотовкина, бессменный худрук, это она 40 лет назад задумывалась о детском музыкальном театре, рассказывает, за это время более двух тысяч детей вышли на сцену. Многие, как, например, Дарья Уздемаева, артисты задумки, уже не в первом поколении. И брат, тут у них целая куча. Все семейство. Все семейство. Они рождается, приходят, все рождается, приходят. У нее не было выбора. Нисколько, на самом деле, не жалею. В свое время мама переубедила, я хотела уходить, а мама переубедила. Я ей очень за это благодарна. И почти все юные артисты пришли в задумку чуть ли не раньше, чем научились ходить. Две подружки, будущие выпускницы, Ксения и Юлия, даже думать не хотят, что совсем скоро вся эта репетиционная суматоха, гастроли и мандраж перед сценой останутся в прошлом. У нас уже паника, последние концерты. Что мы будем делать без этого? Мне кажется, все разревутся. Вообще, огромные эмоции приносит задумка. Слезы наворачиваются, пересматриваешь свои старые фотографии и не представляешь, как ты будешь без этого. Расставание неизбежно. Сейчас задумкой занимаются 500 артистов, и все они ученики 41-й школы. Другим детям вход временно закрыт. Нет площадки для репетиции, как и нет возможности продолжать занятия со своими выпускниками. Ведь собственной сцены у театра никогда не было. И даже свой юбилей задумка встретит на положении дорогих гостей. В том смысле, что аренда оперного театра филармонии ей обойдется отнюдь не дешево. Раньше была возможность за символические деньги выступать в звезде. Но после того, как собственник сменился, пришлось паковать чемоданы. В том году мы занимались в таких условиях, конечно, катастрофа. То есть, вот раздвигались столы из-под банкетов. Смотрите, там салатами пахнет, красота неимоверная. И они вот в этих, значит, между ножками столов что-то пытаются изобразить из себя балерину. Конечно, это было смешно, но печально. Сейчас нам перекрыли дыхание вообще. Кислород, как говорится, мы сейчас в звезду. К сожалению, вот только за очень большие деньги. Вот елки мы там можем проводить, потому что у нас три спектакля в день. Понимаете, мы хоть сколько-то можем накопить из этих трех спектаклей. Мы 150 тысяч отдаем. Не себе сколько заработаем, а 150 тысяч отдай. А мы ведь зарабатываем себе на поездки, на костюмы, вообще на жизнь. Не привыкли мы не жаловаться, не привыкли мы, в общем-то, там, ходить с протянутой рукой. Все знают задумку. И когда видят вот это помещение, говорят просто, мы думали, что вы вообще в хоромах находитесь. Я говорю, ну да, вот такие хоромы. Но у нас оптимизм в глазах, верим в будущее. Вот администрация нас очень хорошо поддерживает, городская. Вот, и поэтому надеемся, что этот вопрос в ближайшем времени решится. Ну, это мечта уже 40-летняя. 40-летняя мечта, которую мы надеемся скоро, что может быть, осуществится. От мечты до реальности остался один шаг, но вот он и оказался трудным самым. В городском департаменте архитектуры уже и проект здания разработали, и площадку после долгих поисков подобрали. В Самаре, скажу я вам, найти ничейный участок занятия крайне сложные. Предшественники нынешних городских властей муниципальную землю продавали направо и налево, и почти у каждого пустыря есть хозяин, который свой кулачок города, если продаст, то втридорога. В итоге свободную территорию все-таки нашли. В солнечном микрорайоне, там, где сейчас стоят гаражи и растут кустарники, мог бы появиться театр. Но местные жители идею восприняли в штыки. Кто-то боялся за озеро, что неподалеку. Я говорю о том, что в 13 микрорайоне сейчас чистят озеро. Все озера сейчас начинают чистить. Но почему именно вот после озера нужно, извините, заклонять? Я вот этого не могу никак понять. Кто-то с собственных фантазий. Что мы получим? Мы получим, пожалуйста, КП, закусочные рестораны, дальше мы получим многочисленные парковки. А были и такие аргументы против. У нас в школе, у нас в школе есть школа искусства. Зачем нам еще открывать большое здание? Как говорится, без комментариев, как бы то ни было. Но на публичном слушании их решили, уж лучше гаражи, чем театр. Ну вот гаражи-то точно ничего не красят, никого. Тем более, вот посмотрите, вот видно, что эти гаражи, как гаражи-то, в общем-то, не используются. Это какие-то, ну не знаю, такие закрытые, может, какие-то складские помещения. Ну не исключено, что владельцы вот этих вот гаражей, они могли чуть-чуть подогревать, да, ситуацию? И нагнетать-то страсти, собственно говоря, вокруг строительства театра задумки. Как вам кажется? Ну как раз учили классики марксизма и лимнизма, да, в основе всего всегда есть экономический базис. Хотя это не всегда так. Ну допускаем, да, что здесь есть определенный вот такой интерес. Ну понятно, что это, вот в отличие вот от этого места, это вполне депрессивная территория. Ни у кого не было цели ни в коем случае как-то навредить вот этому озеру, потому что оно всем дорого и ценное. Ну и уж, безусловно, никому не нужна война с жителями, потому что театры на войне-то не строятся. Публичные слушания прошли. Жители большинством голосов высказали свое мнение отрицательное к этому проекту. Да, публичные слушания носят рекомендательный характер, но в данном случае я к этим рекомендациям, безусловно, прислушиваюсь, этот проект не будет реализован. Понятно, что будут искать новую площадку, рассказывает Алла Демина, советник мэра, которую тут же окружают местные жители. Она объясняет людям, причин для паники нет. Застройка озера и не планировалась никогда. Это вам тут граждане не так писали, неправильно информировали. Ни у кого нет цели навредить озеру, потому что озеро – это, безусловно, ценность огромная. Так что вы, пожалуйста, не волнуйтесь, в городской администрации врагов нет ваших. Абсолютно нет врагов, наоборот. Гаражи у озера все равно уберут, территорию приведут в порядок, равно как и дубовую рощу по соседству. Об этом девственном кусочке леса, где резвятся белки, вспомнили, когда искали здесь площадку под задумку. Выяснилось, что земля на кадастре не стоит, собственность на нее не разграничена, а значит, в любой момент здесь могут появиться строительные краны. Ну, во всяком случае, уж сейчас-то рощу точно не оставим. И мы сейчас делаем все, чтобы, значит, вот этот участок поставить на кадастр, и в смысле, чтобы эту тему, как вот ликвидацию этой рощи, закрыть навсегда. Мы просто переживаем, нам гулять с детьми негде. Детьми негде. Говорим, мы будем где-нибудь в сыроюшке на краюшке, мы все равно будем заниматься детьми. Потому что, ну, так уж у нас по-другому не можем. Мы будем делать все, что от нас зависит. Но если бы были условия, соответствующие нашим возможностям, мы бы могли просто гораздо больше показывать и результат. Мы могли там все объединить в одном месте, что намного бы упростило творческий процесс, да. То есть не надо было детям из школы ездить сюда, мерить костюм, ехать обратно, записываться здесь, приезжать. Вот, то есть все это можно было упростить намного. И, в общем-то, конечно, красивое яркое здание, там, то есть во всех минусах есть плюсы. То есть мы сейчас увидели, как оно должно у нас выглядеть, и нас этот вид очень устроил. Вот, поэтому сейчас будем ждать нового места, где нам можно такую красоту поселить. Ну, мы очень надеемся, что у нас современникам решится вопрос, что, может быть, все-таки современник нам отдадут. Вот мы обращались, и глава города обращался к Николаю Ивановичу Меркушкину с просьбой о том, чтобы современникам передали задумки. И жители города обращались, и родители обращались, и именно жители Солнечного микрорайона тоже обращались с письмами. Вот, ждем ответа. Сейчас надо смотреть в будущее, очень хочется смотреть в будущее с оптимизмом. Вот прекрасный подвернулся вариант, это здание современника. Вот, и это был бы самый лучший, самый экономичный, самый компромиссный вариант, который устроил бы всех. Вот лучший вариант 9-го ноября, 9-го, 10-го ноября, задумка празднует свое 40-летие. Если бы пришел губернатор и сделал бы такой подарок не просто задумке, городу, вот это было бы просто ни с чем не сравнимый, очень мудрый поступок. Надеюсь, что долгожданное новоселье задумки все-таки случится в ближайшее время. Затем, как будут развиваться события, обещаю следить. А у меня на сегодня все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова